Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию случайная удача на кастинге «Муж-тиран», конец актерской карьеры и еще факты о жизни героини сериала «Бедная Настя» Анны Горшковой. В кино Анна попала случайно и сразу же стала популярной. Ее красота, харизматичность и умение вживаться в роль замечали не только режиссеры и кинокритики, но и благодарные телезрители. А ведь киноактриса стала таковой совершенно не имея на то специального образования. Ее не учили опытные педагоги актерскому мастерству, так как же попала Анна Горшкова в киноиндустрию и из-за чего или кого поставила крест на своей карьере. Анна родилась в семье военного офицера КГБ. Ее мама Татьяна Ивановна тоже имела высшее образование, но по специальности не работала, так как решила посвятить себя воспитанию ребенка и дому. Увы, но когда девочке было 4 года, папа бросил семью и уехал за границу. Анна осталась на руках мамы и дедушки. Он также работал в КГБ. Чтобы девочка, подрастая, не пустилась, так сказать, во все тяжкие, как это часто бывает с подростками, мама загрузила ее по полной программе. Анна училась в английской школе с математическим уклоном для детей элиты. Причем педагоги в ней были очень требовательные и не давали поблажек. После уроков девочка спешила на занятия в музыкальную школу, а затем на кружок по пению. К 15 годам Анна загорелась мыслью и мечтой стать моделью. Красивая, грациозная, статная. Конечно же, она прошла в 87 году кастинг в модельное агентство, а уже через пару лет крупное модельное агентство из Франции заключило с ней контракт. Отработав в Париже 2 года, она решила не продолжать карьеру за рубежом, так как модельный бизнес не на шутку ее измотал невыносимыми требованиями. Девушка думала навсегда распрощаться со сферой моделинга, но вернувшись на родину, она продолжила сотрудничество с некоторыми российскими модельными агентствами. В одном из интервью она призналась, что делала свою работу, всегда думая о родных, хотела, чтобы те никогда ни в чем не нуждались. Бывает же, что девушка или парень поступают в театральное училище, учатся, стараются, а известность и слава к ним не приходят. А бывает просто, счастливый случай, и ты избранник и любимчик судьбы. Именно так произошло с Анной. Да, она уже подумывала об актерском мастерстве, хотя на тот момент училась на вечернем отделении, факультет социологии и управления персоналом. Вместе с другими моделями ей предложили пройти кинопробы для телепроекта «Бедная Настя». Руководство СТС и АМ-Медиа решили найти для съемок красивых людей, поэтому и начали свои поиски в модельных агентствах. Конечно же, красота Анны тут же была замечена, продюсерами ее тут же пригласили на роль. Для этого Анне пришлось пройти двухмесячные курсы школы-студии МХАТ, чтобы хоть немного ориентироваться в актерском мастерстве. Роль Полины Пеньковой, крепостной артистки, девушки-аферистки, завистницы в фильме «Бедная Настя» она сыграла настолько великолепно, что сразу же попала у режиссера в список самых востребованных актрис. Несмотря лишь на кратковременные курсы, она показала своим умением перевоплощаться, что она имеет настоящий дар и актерский талант. Ей стали предлагать все новые и новые роли в таких известных и полюбившихся зрителю кинокартинах, как «Пассажирка», «Две судьбы», «Дом с лилиями», «Дорогая Маша Березина», «Всадник по имени Смерть» и другие. Кого только не пришлось ей играть, даже майора полиции. И самое интересное, что не имея актерского образования, девушке удавались любые роли. Единственное, на что не шла актриса на съемках любого кинопроекта, это играть постельные сцены. Она от природы очень застенчивая, несмотря на свою красоту и привлекательную внешность. В 2007 году Анна вышла замуж за одного из самых богатых мужчин России, Михаила Борщева. Муж не просил свою жену, а буквально приказывал оставить актерское ремесло и сидеть дома. Анне сложно было отказаться от любимого дела, поэтому вскоре она оказалась за порогом дома своего мужа-миллионера. Их брак продлился чуть больше года. Девушка еще долго отходила от мужа-тирана. По сей день Анна не нашла своего мужчину. Про ее любовные романы, например, с бывшим женихом Алиной Кабаевой ходили и ходят разные слухи. Но сама актриса предпочитает лично молчать, так как согласно с выражением, счастье любит тишину. Анна верит, что когда-нибудь встретит своего принца, а пока предпочитает общаться в кругу друзей, заводить новое знакомство и заниматься любимыми делами. После неудачного замужества карьера в кино Анны сошла на нет. Якобы сама актриса захотела пока не сниматься и вновь занялась модельным бизнесом. Своими удачами и разными советами, как всегда, выглядит красиво, актриса делится на своей страничке в соцсетях. Но она никогда не обсуждает свою личную жизнь. Это для нее табу. За свою стремительную карьеру в кино Анна Горошкова сыграла более 30 ролей. Поговаривает, что в последнее время она вновь задумывается вернуться в киноиндустрию. Так что хочется пожелать замечательной актрисе исполнения всех желаний, новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.